МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если ребёнок не владеет своим языком, это означает, что завтра не будет нашего народа. Как сохранить родной язык? Острый языковой вопрос вновь в центре внимания в Татарстане. Помогите нам эту стену убрать, это же безобразие какое-то. Вывески на улицах Казани. Можно ли назвать их украшением города, что скажут эксперты? Все ребята друг за друга бились, я думаю, от этого и был результат. Акбар снова переписывает историю КХЛ. Большой успех Билла и всей команды. Самые яркие моменты победы в репортаже 7 дней. На этой неделе в Татарстане отметили День родного языка. И, конечно же, более чем символично, что этот день совпал с днём рождения великого татарского поэта Габдулы Тукая. И тугантель, и матуртель, и ткэн энкэмнентеле, родной язык, святой язык, отца и матери язык, писал Тукай. Весьма точно передав значение родного языка как связующие нити между поколениями. Об этом на неделе ещё раз напомнил всем и президент Татарстана Рустам Мениханов. В своём обращении по случаю празднования Дня родного языка он, в частности, сказал, «Язык любого народа уникален и требует особенно бережного и трепетного отношения. Любовь к родной речи и восхищение её звучанием сопровождает нас с самого раннего детства. Человек как личность формируется прежде всего под влиянием родного языка, живой памяти народа, его духовности, богатства обычаев и традиций. В стихах, песнях, устном народном творчестве проявляется душа народа, его стержень и самобытность. Это позволяет развиваться России как уникальному многоязычному государству, где народы проживают в дружбе и согласии. Сегодня, учитывая внешние вызовы и риски, как никогда важно сохранять и развивать это неприходящее наследие. Очень ценно, чтобы каждый из нас осознавал сопричастность к истории своего народа и личную ответственность за будущее родного языка. Сохранение родного слова – наша обязанность, перед будущими поколениями. Мы должны быть едины в своих стремлениях и помыслах. Осознавал сопричастность и личную ответственность за будущее родного языка. В одном из выпусков нашей программы мы уже говорили, что лозунг сегодняшнего дня для каждого татарина звучит так. А что ты сделал для родной школы для сохранения татарского языка? Не сразу, но уверен, рано или поздно этот посыл дойдет до сердца каждого татарина и не только в родной республике. Лучше бы, чтобы рано. И, к слову, проблема сохранения национальных языков – это не только проблема татарского народа. Немного статистики. По данным переписи населения, 2010 года в России существует около 180 языков на речи и диалектов. Согласно законодательству, государственный язык республики по отдельным вопросам государственной деятельности может использоваться наравне с русским. В последнем отчете специалистов высшей школы экономики были представлены такие цифры. В России 21 республика из 22-х установила государственный язык. Своим правом не воспользовалась только Карелия. При этом государственных языков больше, чем самих республик. Так, в Карачаево-Черкесии их 5, в Кабардино-Балкарии 2, в Крыму 2, в Мордовии 2. В Дагестане не определено число государственных языков. По данным исследователей, их около полутора десятков. А используется термин «языки народов Дагестана». Эксперты высшей школы экономики уже выразили свою озабоченность тому, что ряд регионов уже отказались от изучения своего родного языка или существенно снижают объемы уроков. На этой неделе широкое обсуждение получило новый законопроект, который депутаты уже внесли в Нижнюю Палату Парламента. Это поправки в федеральный закон о добровольном изучении национальных языков республик России. Согласно новому документу, изучение родных и государственных языков республик предлагают перевести на факультативную основу. На этой неделе депутаты Государственного Совета Республики Татарстан приняли обращение председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Народные избранники от Татарстана просят Володина защитить национальные языки в республиках, дать возможность ввести их в школьную программу в качестве обязательных. Подробности в репортаже Эльзиры Юзаевой. Каждый год в день рождения Тукая, в день его памяти идет дождь. Стоит вот такая сумрачная, пасмурная погода, и никто не может дать разумного объяснения этому загадочному явлению. Одни считают, что дождь – это слезы народа, который грустит о своем поэте. Другие – что это слезы Тукая, который беспокоится за свой народ. Народ велик, он могуч, он страстен, он музыкален, он писатель, он поэт. Он находится под гнетом каких-то темных сил, но это состояние временное, приходящее. Еще сто лет тому назад Тукая так был озабочен судьбой своего народа. В день его памяти так его цитировали на каждом шагу. У нас нет другой родины. Еще Абдулла Тукая сказал, «Китми без без». Без Барка, это китми, без без. Проект изменений федерального законодательства не мог пройти незамеченным со стороны национальных республик, так как эти изменения, как посчитали народные избранники в Татарстане, в корне меняют национальную политику страны, которая, к слову, причисляет себя к федеративным государствам. Согласно новому документу, преподавание и изучение государственных и родных языков народов республик должно осуществляться на добровольной основе. По словам депутатов, ситуация доведена до абсурда. Иностранный, английский, французский, немецкий остаются в обязательной части школьной программы, а родному языку народа, проживающего на своей исконной исторической родине, отвели место на уровне кружка по интересам. Российский федерализм нуждается в осмыслении. Хоть и 25 лет прошло после принятия Конституции, но официальной точки зрения, что значит республика государства, четкой, ясной позиции со стороны федерального центра до сих пор нет. И это намеренно размывается. Мы еще на той сессии хотели об этом сказать. Я ничего лишнего на той сессии не хотел выступать. Я просто хотел прокурора спросить, что у прокуратуры другой работы нет, что ли? Кроме того, сидеть в школах и только долбить. Я понимаю, что не Илью Саидович, наверное, этот вопрос из Москвы все шло. Есть же обранадзор был, который должен был этим на работе заниматься. Ну, так получилось, что уж получилось. И вообще нас успокоил в свое время, Илья Закеевич, ваш руководитель, конечно, Михаил Викторович Бабич, он скажет, что все вопросы решены, больше никаких мнений не будет. Ну и нас развели просто всего-навсего. Всероссийская государственная телеразвещательная компания ВГТРК вещает на 53 языках народов России. Только в Дагестане, послушайте, на 14 языках. Спрашивается, зачем, для чего? А потому что руководители этого медиафолдинга понимают, что вещая на языках народов России, они укрепляют единство нашей страны, обеспечивают национальные миросогласия. Такое небрежное отношение к языкам народов России может привести к их полной утрате. Это сложный вопрос, который невозможно решить так скоропалительно и сиюминутно. Вопрос, требующий тщательного и взвешенного решения. Но даже на сессии Госсовета Татарстана некоторым народным избранникам хотелось быстрее освободиться от такой неудобной темы. Уважаемые коллеги, я вас просто не понимаю. Мы здесь, в Госсовете, обсуждаем важнейший вопрос, который касается судьбы этого народа, этой республики. И вы хотите опять его закнопочить, что ли? Ну когда же мы будем все обсуждать? Когда, скажите мне. Вам все понятно, мне непонятно. Я хочу услышать мнение своих коллег. Я хочу услышать мнение выдающихся деятелей нашей культуры, которые предложат нам какие-то шаги, действия, которые нам предстоит принять. Вы хотите за пять минут решить судьбу народа? Боюсь, вам это не позволят сделать. Мы видим в прессе и чувствуем на себе, что в адрес Государственного Совета и президента республики звучит много критики за недостаточно последовательность отстаивания позиций по сохранению татарского языка. Мы вправе ожидать от нашего президента более деятельного участия в разрешении данного вопроса. Президент Татарстана Рустам Миниханов, который не присутствовал на заседании, на критику депутатов ответил днем позже во время церемонии награждения лауреатов Тукаевской премии. И, по его мнению, в языковом вопросе разночтений быть не может. Президент Татарстана Рустам Миниханов, в языковом вопросе разночтений быть неожиданным, в языковом вопросе разночтений быть неожиданным. В ноябре 2017 года, казалось бы, в Татарстане с горем пополам уже был решен языковой вопрос. Татарский язык как государственный в школах стали преподавать добровольно с письменного согласия родителей. Еще одному предмету, родному языку, было отведено 2-3 часа в учебном плане. Но в обязательном порядке, как того требует федеральный государственный стандарт. Если поправки в закон будут приняты, и предмет родной язык, как и государственный язык народов республики, станет факультативным, то его преподавание в общеобразовательных учреждениях и вовсе становится сомнительным. Есть опасения, что в качестве дополнительных занятий по родному языку, родители будут выбирать не свой родной, а русский язык, по которому учащиеся сдают государственный экзамен. А это значит, что языки народов России могут быть полностью исключены из образовательного пространства. Ко мне подошли преподавательница, сокурсница моя из 40-й средней школы, и говорит, Валерий Владимирович, вот двоих учителей чувашского языка и литературы сокращают. Я у них только в прошлом году был в гостях, встречался с детьми, все было нормально. Дети читали на чувашском языке стихи, атмосфера была замечательной, никаких проблем на национальной почве не было. И вот я не понимаю, кому это нужно, какая это экономия на сокращение двух, трех или десяти учителей чувашского языка и литературы. Я абсолютно не согласен с этими, так сказать, указаниями, с этими решениями. К сожалению, мне кажется, руководство России на сей раз подалось, так сказать, давлению со стороны некоторых, так называемых, специалистов по вопросам обучения национальных языков в школах, тем более в национальных республиках. У народа даже вот таких мыслей особых не возникало. У каждого народа, тем более такого малочисленного, как мы, 400 тысяч человек, не возникает вопроса, обучать своего ребенка языку своему родному или нет. Потому что это практически убийственно. Если ребенок не знает, не владеет своим языком, это означает, что завтра не будет нашего народа. Новый законопроект ставит под удар и национальные школы, для которых отдельных законов не существует. Когда у нас родители приходят на собрание и знакомятся, и непосредственно соприкасаются с этой аурой, которая только есть в школах с национальным воспитанием, в национальных школах. Национальное образование и воспитание – это их конкурентное преимущество. В этой татарской гимназии обучается более 500 учеников. Из них 12% – дети других национальностей. Лучшая школа Казани 2017 года. Обладатель многочисленных грантов. Всего этого можно лишиться в один миг. Факультативные занятия не предполагают государственного финансирования. Выпуск учебников, подготовку национальных кадров. Все это будет сведено на нет. Татарстан может в этой ситуации, конечно, по-особому сработать, какую-то программу принять. Но получается в этом случае федеральный центр, вообще Российская Федерация не озабочена развитием языков. Она не вкладывает в это деньги. То есть мы налогоплательщики платим. За наш счет существует в том числе и образование. Но при этом в результате прямого действия федерального законодательства не создается условие для сохранения и развития языков в образовательном пространстве. Плохие учебники, плохие, низкий уровень преподавания. Человек там учит, 7 или 8 лет учит этот язык и потом ничего не знает. Вот это другое дело. Конечно, обидно, когда эти усилия бессмысленны. Можно наоборот, но вопрос надо ставить по-другому. Делать так, чтобы человек, заканчивая школу, знал этот местный язык. В школе язык не сохраняется. В школе язык так, ну, может, шлифуется, если он внутри. А факультатив ли, воскресные школы, в любом случае мы этот язык будем сохранять. Но если, простите, 11 часов только татарский язык, 9 часов русский язык, тоже хорошего мало. Я тоже так не считаю. А мы бы хотели, чтобы наши только дети, только говорили на татарском языке, не понимали. Как говорят, не были месы по-русски. Тоже неправильно. Это же пока законный проект. Зачем пока так возбуждаться и возбуждать народ? Мы в Казан-каласында жургенымызге үшкен болт. Был жерде бір өкіншісі біз татар тілі нестеген жоқ. Біз нестегіміз келді. Уйткені бізге татар тілі бізге жақын. Уйткені бізді дініміз бір, төп тамырымымыз бір, бұл халықпен. Сондықтан біз татар тілі бізге жақынырақ болғанықтан естегіміз келді. Бір өкінші келді татар тілі көп өлданылмайды кен. Коғым сады я не знаю родного языка. Сейчас, когда у меня есть дети, они начинают изучать здесь татарский язык в детском саду. Мне, например, сложно дать им что-то, потому что у меня у самого этого нет. Каждый регион по-своему реагирует на все эти грядущие изменения. Но в каждом национальном регионе есть люди, которые взывают к разуму и справедливости. В России уже создана инициативная группа из различных республик, обратившаяся к президенту России с просьбой отклонить законопроект. Ельзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней. Надо понимать, в какой непростой ситуации оказались татарстанские парламентарии. С одной стороны, заметно, что у многих внутри все кипит. Но здесь важно не перегнуть палку с оценками и призывами. Важно продвинуться вперед в решении языкового вопроса в диалоге, в конструктивном диалоге с федеральным центром. Об этом сказал и председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин, который в то же время поблагодарил парламентариев за выдержанный тон обсуждения. Но при этом он отметил, что в адрес Госсовета Республики Татарстан поступают обращения от парламентов, ряда национальных субъектов, общественных организаций с призывом подключиться к решению вопроса. Игнорировать их мы не можем, не имеем морального права. Глава парламента отметил важность сохранения мира и спокойствия в многонациональном обществе. Давайте послушаем его выступление. Ну, озабоченность многих, кто выступал, понятна. И я думаю, надо находиться в поиске решения этой проблемы вместе с федеральным центром. И та критика, которая прозвучала в адрес Рустама Норгалевича Миниханова, в мой адрес из ваших уст. Она, наверное, имеет право на жизнь. Но еще раз говорю, наша главная задача найти вместе с федеральным центром, с органами, министерствами, которые этой проблематикой занимаются, то решение, которое и сохранит языки многонациональной России, и не ущемлять будет российский, русский государственный язык. Вообще, если вы обратили внимание, вот в тексте, который я прочитал, вот сейчас, пока вы выступали, и в целом постановка вопроса не должна так звучать и противопоставляться русский язык татарскому языку в Татарстане. Не об этом же речь идет, что за счет уменьшения русского языка и его преподавания изучения включать, значит, изучение татарского языка. Или наоборот, наша мудрость будет в том, чтобы мы вместе с Министерством образования Российской Федерации, с коллегами из Государственной Думы найдем такое решение, чтобы мы государственные языки национальных республик, значит, изучали у себя в регионах и могли быть уверены, что национальные языки национальных республик не будут потеряны в ближайшие десятилетия. Чем больше я наблюдаю за тем, как развивается ситуация с изучением родного языка в национальных республиках, тем чаще мне приходит мысль, что эта встряска нам, татарам, была в чем-то полезна и даже необходима. Посмотрите, как мы сами стали больше обращать внимание на вещи, моменты, которые раньше нам казались несущественными. Почему реже в Казани стала звучать татарская речь на улице, в транспорте? Нас это уже беспокоит. Какие мероприятия в общественной жизни, в бизнес-среде могут вызвать дополнительный интерес к изучению татарского языка? Мы уже и об этом думаем. Или вот еще конкретный пример. Информационные объявления и вывески на фасадах зданий. Мы уже неоднократно говорили, что в Казани, в третьей и спортивной столице России они должны быть соответствующего уровня и качества. Уже много раз обращали внимание зрителей и соответствующих служб на безвкусные оляпистые вывески даже в центре города, а иногда и написанные с грамматическими ошибками. И еще один важнейший нюанс. Почему вывески на русском языке дублируются по-английски и не всегда по-татарски? Согласитесь, как минимум это нелогично и неправильно для столицы Татарстана. Надо отдать должное, в Казани сегодня сделано немало для создания удобной, комфортной и понятной среды для туристов и самих казанцев. Но в этом вопросе нам есть еще над чем поработать. Впрочем, изучая вывески и информационные объявления на домах и вдоль дорог, наш корреспондент Сергей Темляков и оператор Андрей Мохов попутно выявили еще ряд аспектов этой, как выяснилось, весьма серьезной темы. Давайте вместе посмотрим. И немедленно убрать. Нельзя нам такую подлянку. Ой, простите. На повестке стихийного собрания жителей дома 26 по проспекту строителей, что в Зеленодольске, один главный вопрос. Они требуют убрать рекламные вывески. Раньше щиты стояли на другой стороне улицы, никому не мешали. Но там открыли автомойку и конструкции перенесли. Мы сколько раз спрашивали, что тут делают. Нам-то канализация, трассу какую-то. Вот так обманывали. Милюша Ибрагимова отмечает. Вот уже 4 месяца вместо красивого пейзажа за окном, она, как и другие жители дома, вынуждена лицезреть обратную сторону рекламной кампании. Щиты, говорит пенсионерка, установили ночью. Вечером их не было. А на утро вот такой неприятный сюрприз. Мы как тюремщики тут уже. Никуда нельзя смотреть. Жители заверяют нас, что раньше на месте рекламных конструкций росли деревья. Два раза деревья сажали. Видите, сейчас они все обрубленные. Как пустя бомбежки. Не все реже находимся, конца до конца. Я раньше встану, посмотрю, кто в чем ходит. А сейчас я ничего не вижу. Одни вот эти доски стоят, грязные. Помогите нам эту стену убрать. Это же безобразие какое-то. Посмотрите наше расположение. То есть, как вы видите, мы располагаемся внутри жилого большого дома серого, который стоит как бы по первой линии улиц Павлёхина Назарбаева. С правой стороны от нас трущобы, которые уже неоднократно горели. И каким образом наша вывеска, нашего здания может повлиять на подсветку Кремля и видимость Кремля, ну, мне непонятно. А это уже Казань. Здесь ситуация не менее абсурдная, чем в Зеленодольске. Вот Кремль. Вот отель. Расстояние между ними 4,5 километра. Директор Гузель Давыдова говорит, в управлении архитектуры отказались продлить разрешение на вывеску на крыше гостиницы. До сентября месяца она должна ее убрать. То же самое должны сделать и ее коллеги. Под приказ Министерства культуры страны об утверждении границ зоны охраны объекта культурного наследия ансамбль Казанского Кремля попадают вывески всех гостиниц в центре города. Гузель заверяет, это ни к чему хорошему не приведет. Туристы просто не смогут найти нужный отель. Внести какие-то изменения, пересмотреть эти границы застройки Кремля. То есть посмотреть, какие отели действительно влияют фактически на видимость Кремля. И как-то решить вопрос с видом этих вывесок. То есть мы же не против что-то изменить. Это то же самое, что потерять имя. Когда вас не видят, вас не слышат. Генеральному менеджеру фешенебельного гостинично-развлекательного комплекса Довранбеку Базарбаеву тоже пришло уведомление, что нужно демонтировать вывеску на крыше. Отель расположен в двух километрах от Кремля. Довранбек отмечает, убрать имя – это огромная потеря. И имя нужно сохранить. В Казани для туристов создана визуально понятная навигация. И немалую роль здесь играют гостиницы. Вывески – это лицо города. Понятно, что сейчас мы живем в современном мире. И есть цифровые ориентиры, гаджеты, по которым можно определиться, найти. Но это и есть тоже неотъемлемая часть города. Это и есть неотъемлемый атрибут. Это визуальный, я бы сказал, рефлекс. Мы встречались и с Борисом Титовым, бизнес-омбудсменом Российской Федерации, и с заместителем генерального прокурора Российской Федерации. То есть эта проблема такая, острая. Написали письмо и в мэрию повторное, уже от ассоциации отелей. Но пока, к сожалению, проблема не решается. Гульнара Сайфина говорит, удивительно то, что обсуждение границ зоны охраны прошло мимо широкой общественности. Согласно другого приказа Министерства культуры страны о присвоении звезд, у отеля должна быть освещаемая вывеска. Ассоциация отельеров вышла с предложением в мэрию внести изменения в постановлении сполкома об утверждении границ исторических территорий Казани. Местным документам определить, что такое массивная конструкция. Все, что больше этих параметров, запрещено. А меньше могло быть разрешено. Возможно, тогда бы вывески остались, но в мэрии предложение отклонили. Представляете, да, огромное здание и маленькая вывеска между первым и вторым этажом, не выше оконных прямо второго этажа. Это сложно с точки зрения навигации, потому что мы там ориентируемся же по верху, да, когда смотрим, что издалека вывеска светится, мы видим, что мы двигаемся в правильное направление. А если это будет маленькая вывеска, как там, не знаю, на магазинах каких-то местных там и так далее, да, то турист может просто ее не увидеть. Известный афорист Аркадий Давидович в свое время сказал, ничто так точно не отражает реальную жизнь, как театр абсурда. В этом мы убедились, совершая пешую прогулку по улицам Казани. Информационные вывески в Казани можно встретить на каждом шагу. Их общая беда – это орфографические ошибки. А вот яркий пример. Этот щит в Новосавидовском районе был установлен несколько лет назад. Думаю, каждый из вас без труда найдет ошибку в фамилии академика. В переводе на татарский язык допущена ошибка. Татарское должно быть «даурия ураба». Эта табличка расположена на здании лечебного учреждения. Габдулхай Гемадиев, директор специализированного производственного предприятия адресной и рекламной атрибутики, отмечает, за последние два года выявлено много неточностей. Наши волонтеры выявляют вот это все нарушение и отправляют в управление административно-технической инспекции города. Вот туда мы отправили 1300 нарушений. Вот на этом доме, наверное, должен быть установлен нашла каретера. В центре города не соблюдают установленной нормы. Должна быть одна вывеска, оставит другую. Почему же в Казани появляются не те информационные таблички? И причем с ошибками? У нас от Министерства строительства была лицензия, и вот согласно этой лицензии занималась только наша организация. Когда эта лицензия была упразднена, то вот стало возможным любой организации, которая в этом деле не разбирается, нет опыта. А управляющая компания, вот я еще раз говорю, в погоне, как говорится, за дешевизной. Ну, заказывать кто дешевле? А это последний объект нашей ревизии. Он расположен в нескольких метрах от Кремля. Тогда будет написано Туготей, Татарий, Сторона. А здесь этого нет. Здесь написано вот там на русском и на английском языке. Кабдулхай Гемадиев считает, что необходимо усилить контроль за адресной атрибутикой и соблюдением закона о языках. Его предприятие готово прийти на помощь. Мы подобрались перед администрацией города, чтобы, учитывая, как говорится, наш опыт, создать отдел. Это может быть отдел при комитете ЖКХ. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Между тем, до главного спортивного события чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, в том числе в Казани, остается меньше двух месяцев. Фактически началась, и это уже заметно, активная фаза подготовки, и город будет меняться прямо на глазах. Всем нам стоит потерпеть определенные неудобства ради того, чтобы Казань встретила туристов со всего мира во всей красе. А к этому сроку у нас должны быть практически идеальные дороги, великолепная площадь возле центра семьи Казан, где пройдет фестиваль болельщиков ФИФА, зеленый благоухающий город, утопающий в цветах, с яркими вывесками и приветливыми горожанами. Красиво я вам картинку нарисовал. И я уверен, почти все так и будет. Но останется и определенный фронт работы на будущее. Из того, что мы в силу разных обстоятельств не успели или не смогли сделать. Сегодня в нашей программе мы поговорим о таком важном аспекте для формирования комфортной общественной среды, как удобства для людей с ограниченными возможностями. Как у нас с этим обстоят дела в Казани, выясняла Зарина Ахметова. Человек с активной жизненной позицией. Это про Владимира Гаранина. Журналист, путешественник, автомобилист. Про него точно не скажешь. Человек с ограниченными возможностями. Энергию и активность Владимира ограничить невозможно. Создать препятствия, бытовые неудобства повседневной жизни – это да. Этим вопросом Владимир Гаранин и посвящает большую часть своего времени об этом его статье. Говорит, что знает в городе практически каждую больную точку. Вот, к примеру, абсолютно новый торговый центр на улице Дубравной. Хорошая отделка, современный фасад. Вот только не все условия доступности для инвалидов были учтены. Новая постройка, она возводилась зимой, ускоренная темпом. И здесь уже масса недочетов. Вот люди будут пользоваться наверняка, поскольку это магазин, поскольку торговая точка. Въезд там очень узкий, 110 сантиметров должен быть минимум. Проехав чуть дальше по той же улице, инвалиду-колясочнику приходится сталкиваться уже с новыми испытаниями. Здесь, на пешеходном участке дороги по проспекту Победы, очень пригодятся уроки вождения, а именно навыки маневрирования. Только объезжать нужно не столбы, а огромные лужи. Без сопровождающего на коляске здесь запросто можно опрокинуться. Поэтому некоторые инвалиды, рискуя безопасностью, выезжают на проезжую часть. В прошлом году от 51 семьи инвалидов-колясочников, проживающих на улице Дубравной, было направлено письмо на имя президента России Владимира Путина. В нем они просили содействия в ремонте пешеходного тротуара по проспекту Победы вдоль домов 18Б, 18А, 18 и 20. Доверенным лицом в письме выступил Николай Кашин, давний друг Владимира Гаранина. Дело дошло до городской прокуратуры, а затем и до суда. 7 декабря в своем решении судья обязала исполком Казани устранить дефекты и отремонтировать дорогу. А уже 27 марта этого года на имя Николая Кашина пришло письмо из исполкома, где ремонт обещают провести в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Ну вот подходит к концу апрель, а воз и ныне там. Тут уже весна, в самом разгаре, хотя снежок сегодня. Хочется, конечно, чтобы хотя бы в майские праздники уже этот участок провели в порядок, но людям надо жить, передвигаться активно. Именно по этой дороге пролегает путь до трамвайной остановки. Переехать проезжую часть Владимиру Гаранину труда не составило. Есть съезд, рельсы не мешают. А сможет ли он съесть в общественный транспорт, мы решили проверить. У нас 70% подвижного состава, в общем, с пандусиком. После нескольких попыток пандус до конца так и не выдвинулся. По словам водителя, техосмотр транспорта проводится раз в неделю. Но в этот раз под воздействием погодных условий оборудование подвело. Поэтому пассажиру на коляске приходится ждать следующего трамвая. У Владимира Гаранина такой случай не первый. Со следующим трамваем проблем не было. В итоге простой откидной пандус оказался намного практичнее. Добрались мы и до центра города. Здесь, чтобы спуститься в подземный переход и перейти на улицу Баумана, для людей с ограниченными возможностями здоровья стоит специальный лифт. Но им, похоже, уже давно никто не пользовался. Лифт не работает. Любимый лифт, который ни разу меня не довез до нужного места. Тогда, чтобы пересечь дорогу, инвалиду-колясочнику придется либо выезжать на проезжую часть, либо воспользоваться металлическими пандусами подземного перехода. Но и тут не обошлось без преград. На подъезде Владимира Александровича встретила ступенька. С другой стороны, съезжать вниз по этим металлическим рельсам у него нет никакого желания. Говорит, что это скорее под силу акробатам или каскадерам. Например, таким, как эти ребята. К сожалению, не все пандусы в городе соответствуют установленным нормам. Особенно нехорошей славой у инвалидов-колясочников пользуются небольшие магазины, аптеки и офисы на первых этажах жилых домов. Уже не первый год обратить внимание на эту проблему пытаются активисты Общероссийского народного фронта. Нет пандуса. Как должны зайти в банк инвалидов, непонятно. А вот еще один банк. Пандус здесь, конечно, есть. Но вот смогут ли колясочники им воспользоваться? Мы видим какие-то узкие швеллер, который лежит просто на ступенях. То есть его ширина у нас составляет менее 10 сантиметров, хотя должно быть намного-намного больше. А вот чтобы забраться по этому пандусу, однозначно придется прибегнуть к посторонней помощи. По крайней мере, так считают владельцы. И, видимо, для этого повесили кнопку вызова персонала. К сожалению, ее даже не нажать, потому что это не кнопка, а какой-то, в общем, вот эта кнопка вызова для инвалидов. Конечно, есть и добросовестные владельцы помещений, которые обустраивают пандус согласно нормативам. Но таких примеров мы, к сожалению, встретили немного. Мы изучили и протестировали некоторые условия доступной среды для инвалидов-колясочников. А как же быть инвалидом по зрению? К сожалению, и здесь все негладко. Где-то оборудованы светофоры со звуковым сигналом и тактильные полосы. А где-то незрячим пешеходам приходится надеяться на неравнодушных прохожих и свою интуицию. Попробуем протестировать это на себе. Берем в руки трость и закрываем глаза. Вот мы протестировали один из пешеходных переходов на улице Бутерова. К сожалению, здесь нет звукового сигнала, поэтому переходить дорогу очень сложно. Несмотря на то, что большая часть достопримечательностей Казани располагает необходимыми условиями, исключения встречаются и здесь. В 2016 году в столице Татарстана появилась единственная турфирма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Куратор проекта Андрей Савин рассказывает, что прежде чем запустить тур, их команда проехала по городу и проверила все объекты на доступность для инвалидов. Каждый объект мы тестировали, скажем так, на себе, проверяли на доступность. Основных туристических маршрутов четыре. Сейчас создатели проекта разрабатывают индивидуальные туры и в рамках чемпионата мира по футболу. Большой популярностью среди всех гостей города пользуется Казанский Кремль. Но и здесь на пути туристов-колясочников встречаются непреодолимые преграды. Это Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, музей Пушечного двора. По словам Андрея Савина, решением проблемы могут послужить вот такие приставные пандусы. Сегодня их можно встретить возле нескольких музеев Казанского Кремля. Здесь замечательно, пандус выполнен по всем нормам и стандартам. Несмотря на встречающиеся недочеты программы «Доступная среда», Андрей Савин считает, что за последние несколько лет администрации города была проделана определенная работа. Но все-таки остается процент, не приспособлены ли инвалидов инфраструктуры, за которой ежедневно борются обычные люди, герои нашего сюжета. Они надеются, что когда-нибудь проблемы, на которые они пытаются обратить внимание, будут восприняты не как жалобы недовольных граждан, а как просьбы тех, кто тоже хочет жить без преград. Зарина Ахметова, Андрей Мохов, Хамид Шамсеев. 7 дней. Мы продолжим через пару минут. Смотрите после рекламы. Все ребята друг за друга бились. Я думаю, от этого и был результат. Акбар снова переписывает историю КХЛ. Большой успех Билла и всей команды. Самые яркие моменты победы в репортаже 7 дней. Во вторник президент Татарстана находился с рабочей поездкой в Москве. Рустам Миниханов принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Провел заседание Дмитрий Медведев. Традиция проведения парламентских уроков обязательно будет продолжена. Об этом во вторник заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин. В Госсовете наградили школьников, победителей республиканских конкурсов детских рисунков, сочинений и эссе, а также лучших учителей и авторов методических разработок по проведению парламентского урока. В среду в Москве Рустам Миниханов принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Мероприятие провел председатель правительства Дмитрий Медведев. В четверг Рустам Миниханов открыл обновленное здание Казанского Татарского государственного театра юного зрителя. Театр обрел новое здание. Раньше здесь был Дом офицеров, а до этого Кинотеатр Победа. В этот же день президент Татарстана наградил лауреатов государственной премии имени Габдуллы Тукая. В этом году престижной премией удостоены писатель Камиль Каримов, художник Михаил Кузнецов и творческая группа Татселекома. Позже, в четверг, Рустам Миниханов с двухдневным рабочим визитом посетил Турцию. В Анкаре президент возложил цветы к бюсту бывшего, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова, трагически погибшего в 2016 году. Провел ряд деловых встреч. Встретился с представителями татарской общины. В этот же день Рустам Миниханов посетил новый медицинский комплекс Анкары, а также ознакомился с опытом развития системы пассажирской канатной дороги Янимахале-Шантепе. В пятницу в Стамбуле Рустам Миниханов принял участие в бизнес-форуме «Турция-Татарстан». В пятницу премьер-министр Алексей Песошин принял участие в закладке двух пассажирских кораблей на Зеленодольском заводе имени Горького. Уверен, что с вхождением в судостроительную корпорацию «Акбарс» завод откроет новую страницу своей истории и впишет немало замечательных событий и новых достижений, сказал премьер-министр. Продолжаем программу «Семь дней». Все-таки предпринимателям в Татарстане, особенно в Казани, грех жаловаться на отсутствие внимания со стороны высшего руководства. Эта неделя тому очередное доказательство. Целая серия мероприятий прошла под знаком решения проблем частного бизнеса и открыла эту неделю малого бизнеса Совет по предпринимательству в Казани с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Надо отдать должное Рустаму Нургалеевичу, несмотря на сверхплотный график, он ни разу не пропустил ни одно заседание Совета и всегда детально и тщательно разбирает каждый вопрос. При этом мы часто наблюдаем, что большая часть проблем, которые поднимают бизнесмены на Совете, носит системный характер и выходит за рамки республики, то есть касается федеральных органов власти. И, похоже, это уже тенденция. Тем не менее, это вовсе не значит, что эти вопросы не стоит поднимать, скорее наоборот. Только так мы сможем реально добиться прогресса в вопросах поддержки и развития малого предпринимательства в Татарстане и в России в целом. В 2013 году я, как молодой дикорастущий бизнесмен, решил вложиться уже в действующий бизнес, приобрести землю по строительству автосервиса. Дикорастущий не значит, что совсем уж наивный и неопытный, поясняет нам Сергей Павличков. Сейчас мы с ним на том самом злополучном участке, который он купил. Документы показывает нам Сергей в порядке. Сам участок был сформирован еще в 1993 году. Он хоть и не первый собственник, знает, что специальных обременений по земле не было. Он должен был идти вот так вот вдоль участка вот здесь. А я пошел, полностью разделил участок на две части и сделал невозможную любую застройку. Несчастный кабель, со слов предпринимателя, электрические сети проложили скрытно, как говорит Павличков, без согласования со службами Казанского исполкома. Выяснилось это только теперь, когда Павличков озвучил проблему на совете Рустаму Миниханову. До этого его письма в казанских электросетях просто не замечали. Теперь предприниматель надеется, что выход из патовой ситуации будет найден. Вынести данный кабель за пределы моего участка. Если они согласятся с моим предложением, либо предложат какие-то свои варианты, которые меня устроят, я готов мирно все это решить. В любом случае нам обязательно все-таки эту работу надо провести. На самом деле нам самим важно знать, где у нас что находится. Это же еще и безопасность, если это трубопровод или кабельная линия. Это тоже объекты, которые могут быть какие-то земельные работы, могут привести к аварии. Это вот ладно я дошел до президента, а ведь за мной стоят сотни предпринимателей, людей, у которых такие же проблемы, у которых даже я не успел построиться, а у них ведь дома стоят. И вы представляете, сейчас вот это все сносить, которые вот если попадают дома в зоны, допустим, газопроводов охраны или еще, что делать в таких ситуациях? Это ведь целая трагедия. Совет по предпринимательству и есть пока самый короткий и эффективный способ решения таких проблем. Причем от малого бизнеса требуется не только сформулировать вопрос, желательно, чтобы он был системного плана, но и предложить пути решения. С каждым заседанием совета это становится все труднее, потому как многие проблемы выходят за рамки компетенции даже органов власти республики. Например, Марат Ермиев докладывает о критической ситуации на рынке операторов техосмотра. Его по факту захватили больше, чем наполовину, нелегальные агенты. Мошенники взламывают учетные записи легальных операторов и продают настоящие диагностические карты всем желающим. Все это напрямую влияет как на дорожную безопасность, так и на финансовое состояние законопослушных операторов. И также сокращается поступление денег в бюджет. Но, наверное, это еще не самое страшное. Самое страшное то, что, несмотря на стабильность снижения количества дорожно-транспортных происшествий по стране, именно количество дорожно-транспортных происшествий по технической несправности, они растут. Решить проблему внутри республики, увы, невозможно. Хотя можно попросить правоохранителей активнее наказывать мошенников, что они и так делают. Но чтобы снять вопрос как таковой, необходимо, чтобы подключились федеральные органы. В частности, Центральный банк должен определить критерии незаконности диагностических карт, при наличии которых страховые компании смогут отказывать их владельцам в продаже полисов ОСАГО. У нас должна быть встреча у премьер-министра. Если это письмо готово, я готов ее взять и доложить премьер-министру эту тему. И второе, обратиться в Центральный банк, счастье и страховой компании, чтобы была какая-то ответственность. Впрочем, есть вопросы, которые Татарстан может и должен решить самостоятельно. Республиканские лизинговые компании бьют тревогу. Фактически, после решения правительства Татарстана не продлевать налоговые льготы на движимое имущество организации, их бизнес под угрозой. Положение усугубляется еще и тем, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и другие регионы России такие льготы приняли. Речь идет о выживании лизингового бизнеса как такового, говорит Алексей Долгих. Выход только один, отменять налог. Вопрос просто отменить его для лизинговых компаний. Ну и, например, для перевозчиков, у которых действительно высокая зависимость от движимого имущества. Либо отменить его вообще для всех. 32 региона приняли решение, повторюсь. Мы пока нет. Мы ждем. Мы предлагаем поддержать хотя бы транспортные и лизинговые компании. Почему? Потому что у этих компаний очень много движимого имущества на балансе. Поэтому отмена льготы для них будет критична, будет просто губительной. Как мы будем дальше двигаться, какие решения приняты у наших коллег, давайте мы изучим. Надежда забрежила, скажем так. Президент не сказал нет, это уже хорошо. Выездное заседание совета по предпринимательству в Камском устье. Ну, казалось бы, где, как не здесь, спуститься с уровня федеральных и республиканских проблем на этаж пониже, на районный уровень. Да и руководство Камского устья кажется самим выбором площадки для мероприятия в виде местного ресторана «Камский трофей» делает прозрачный намек. Может быть, поговорим о развитии внутреннего туризма и сопутствующих услуг. Благоусловия шикарные. Волга, просторы, береговая линия за 70 километров. Но сами предприниматели переводят разговор в проблемную плоскость. Хозяин туристической базы Олег Хахалев заявляет, что бизнес терпит убытки. Причина, опять же, федерального свойства. Запрет на вылов рыбы в нерестовый период, хотя в Астраханской области, со слов предпринимателя, такого запрета нет. Этих сетей здесь немерено, непроконтролировано. Кто их ставит, зачем их ставят, куда эта рыба идет, никто ничего не знает. А мы вот сейчас хотим развить свой бизнес, а у нас не получается. Полтора месяца здесь ледостав начинается, опять нас природа наказывает, мы строим. То, что их проще ловить, те, кто открыто с клиентами выезжает на реку, их как раз-таки и ловят. А браконьеров, по их мнению, недостаточно эффективно с ними работа ведется. Ну да, это, конечно, вопрос. У нас часто бывает так, что легальный бизнес, его проверяют, его штрафуют, его наказывают, его даже закрывают. Параллельно нелегальный бизнес процветает. Трудно решить здесь, находясь сходу в федеральные вопросы. Но, с другой стороны, инициатива, у которой Ситарстан идет, она, как правило, встречает все-таки поддержку. Я уверен, что нет нерешаемых вопросов, просто нужно обычно больше времени для их решения. Спасибо. Тимур Бекмурдин, Роман Безменов, Андрей Мохов и Хамит Шамсеев. Семь дней. На этой неделе в Госсовете Республики вновь говорили о ситуации вокруг строительства под Казанию мусоросжигательного завода. Поводом послужил законопроект КПРФ, предлагавший запрещение строительства этого завода в радиусе 10 километров от города, да и вообще от каких-либо населенных пунктов. Законопроект был отклонен, хотя в итоге численность его сторонников среди депутатов оказалась в несколько раз больше численности фракций коммунистов в парламенте. Да, у идеи сжигания мусора в Госсовете есть как сторонники, так и противники. Опасения всем понятны. Европейский опыт не рассматривается в качестве железобетонной гарантии от экологической катастрофы, поскольку система раздельного сбора в республике в зачаточном состоянии. Есть опасения, что в отличие от той же Европы, сжигать у нас будут что ни попадя. Итог предугадать несложно. Заводские фильтры, работающие на износ, приходят в негодность, но менять их не спешат, потому что это миллионы, потому что это хлопотно, одним словом. Так мы приводим в соответствие в своем воображении две картинки. Ту, что мы изначально воображали, едва услышав впервые о мусоросжигании, и вот эту, это, как мы уже говорили в прошлой нашей программе, угольная электростанция в Китае. Активисты движения против завода именно ее используют в качестве знамени своего протеста. Это объяснимо. Вот этим изображением реально существующего мусоросжигательного завода никого не испугаешь. Предлагаемая альтернатива – раздельный сбор мусора. Его необходимость никем не оспаривается, но не всеми рассматривается в качестве альтернативы заводы. Почему? Вот пример. Протестующие часто вспоминают о городе Саранске, в котором система раздельного сбора работает и работает лучше всех в стране. 90% жителей многоквартирных домов имеет доступ к контейнерам раздельного сбора в собственных дворах. Это пример для нас, без всякого сомнения. Мы просто обязаны сегодня изучать этот опыт, стремиться к тому же. Но как только мы начинаем его изучать, мы узнаем о вещах, которые слегка остужают наш первый порыв. Светлана Бегессе, наша соотечественница, человек, живущий на два дома, семья вот уже 30 лет в Германии, дело всей жизни в России, в Саранске. Это ее усилиями была создана эта система, лучшая в стране. Верит ли она в то, что нечто подобное можно создать в ближайшие годы в Казани, например. Это ключевой вопрос, ответ на который прольет сегодня свет на многое. И этот ответ не всем придется по нраву. Из Саранска Михаил Любимов. Еще лета так шесть тому назад в Саранске было, ну, как говорится, все как у людей. Абсолютная серость, мусорные контейнеры все одного цвета. Но вот прошло буквально несколько лет, и вот уже сегодня каждый четвертый контейнер в городе Саранске прямо как вот на этом чертовом колесе желтого цвета. Желтый – это абсолютно новый цвет для города. Это цвет переработки. Но мало было просто расцветить этот город. Нужно было сделать так, чтобы все это пришло в движение, чтобы все это, так сказать, совершило оборот. И они сделали и это. В принципе, наша задача, как можно облегчить эту задачу раздельного сбора для жителей, чтобы все, что является упаковкой из картона пластика, полимеров, бумаги, можно было отнести удобно в один контейнер, не собирать дома по каким-то отдельным фракциям. Основатель и руководитель компании «Ремондис Саранск» Светлана Бегесса – главная и единственная героиня нашего рассказа. В том, что она именно героиня, мы убедимся весьма скоро. Во-первых, создать весь этот круговорот отходов было задачей не из легких. Методом проб и ошибок пришли к так называемой дуальной системе, которую, кстати, выбрала и Казань. Есть почти в каждом дворе традиционный контейнер для, собственно, мусора, а есть и контейнер с желтой крышкой. Многолетний опыт показал, что в химическом составе своих мусорных ведер людям разбираться не досуг, поэтому в желтый контейнер летит все, что мы способны идентифицировать как упаковку и макулатуру. Да, все это в одну кучу, но есть специалисты, которые разберутся, что к чему, на сортировочной линии, и все это снова пойдет в дело. Проблем со сбытом нет никаких. В течение первого года все-таки основное понимание у жителей уже появилось, для чего стоят эти контейнеры. Этому способствовали и наши многочисленные уроки в школах. Мы разделяем пластиковые бутылки, мы кладем в один пакет, а бумагу и каштон в другой пакет. Наиболее эффективно это делать именно через детей, потому что в наших многочисленных эко-уроках со школами мы видим, с каким энтузиазмом школьники относятся к этой теме, и просто не сомневаемся, что придя домой, они обязательно даже, может быть, более доступно и понятно объяснят это своим родителям, бабушкам. И Саранск, я думаю, является единственным городом в России, где по вечерам жителям показывают рекламу о том, как правильно разделять отходы. Раздельный сбор отходов – это чистый город. Соблюдайте чистоту на контейнерной площадке. Это ваша территория. Но людей, конечно, дисциплинируют не столько отвлеченные высокие идеалы охраны природы, сколько непривычно обаятельный вид контейнерных площадок, которые в раз избавились от запахов и пернатых. Мусор в Саранске больше не прячут за высокими кирпичными переборками и потихоньку выводят из тени. Каждый месяц моем все контейнеры. А крышки, с которыми все-таки соприкасаются граждане, наши уборщики из наших бригад зачистки делают влажную помывку, протирают их, ну, как минимум, раз в неделю. Приезжает так называемая группа зачистки, задача которой зачистить, подмести каждую контейнерную площадку, довести ее, в общем-то, до идеального состояния и зафиксировать это на фотографии. Так чего же добились в Саранске за эти шесть лет? Общий годовой объем мусора здесь не так велик – 100 тысяч тонн. В шесть раз меньше, чем, например, у Казани. Теоретически, если отделить от него разного рода упаковку, что составляет до половины содержимого наших отходов, цифра в 50% вроде не кажется недостижимой. Результаты же реальные, поскромнее. 13% от 100 тысяч тонн отправляются на переработку в Саранске сегодня. И это при наличии 740 контейнеров для раздельного сбора. И это в таком небольшом сравнительно городе, где уже чуть ли не каждый житель – эколог. Казани придется затратить в разы больше усилий, средств и лет, чтобы обеспечить и такой результат. Но вывод наш даже не в этом. Мы назвали Светлану Бегесса героиней в начале сюжета. Так вот почему. Выручка с продажи вторичного сырья, из раздельного сбора этих отходов упаковки, покрывает приблизительно наполовину данные затраты. То есть наша компания занимается этим раздельным сбором исключительно на добровольных началах. Вот так-то! Никто не оплачивает этим людям их чемпионский раздельный сбор. Жители платят вообще за вывоз мусора. Этих 100 рублей в месяц не хватит ни на новые мусоровозы и контейнеры, ни на топливые зарплаты, ни на какую просветительскую работу. С нашей героиней берут немалые деньги даже за социальную рекламу раздельного сбора на ТВ. А кто тогда должен оплачивать это все, спросите вы? Да те же, кто поставляет нам то, что мы неминуемо выкинем. Производители в Европе, именно они финансируют всю систему раздельного сбора. Эта расширенная ответственность производителя теоретически есть и в наших законах, а практически ее нет и в помине. Раздельный сбор, увы, убыточная затея в современной России. И с этим срочно нужно что-то делать. Экономического интереса добровольно заниматься раздельным сбором отходов, организации этой системы раздельного сбора, ее просто нет. Источника финансирования этим затратам сегодня в России нет. Надеяться на то, что региональный оператор просто из своего стандартного тарифа на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов будет ежемесячно финансировать несколько миллионов рублей на создание этой инфраструктуры, я думаю, что надеяться на это просто категорически нельзя. Понимаем ли мы, что наши лозунги вроде «даешь раздельный сбор» – это простое сотрясание застоявшегося воздуха? Что эти лозунги ничего не дадут вот этому человеку, который и без того готов на многое. Она героиня и живой пример для нас, но она лучше нас с вами знает. Успешной, грамотной системы раздельного сбора в России нет и не предвидится. Нет ответственности производителя, а значит и средств нет. Даешь расширенную ответственность производителя – вот ради чего надо бы проводить митинги и долгие беседы в интернет-сообществах. Раздельные предметы требуют глубокого их изучения. Пример у нас есть, он совсем рядом. Саранск не так далеко. Мы решили хотя бы очень высокие стандарты в рамках раздельного сбора создать в Саранске. И очень надеемся этим положительным примером, в общем-то, добиться того, чтобы наконец-то в России были созданы законодательные условия, законодательное регулирование, которое бы способствовало прежде всего финансированию инфраструктуры раздельного сбора в российских городах. Ну и чтобы поменялось не только отношение к мусору, а отношение к вам, к людям, которые начали заниматься наконец, тем, что мы называем мусором. Тем, что мы называем мусором. Это совершенно правда. Ну и завершить эту программу мы бы хотели на позитивной ноте. Акбарс – чемпион. Билли Лединов – великий, Эмиль Гарипов – вратарь от Бога. Азиведа – красавчик. Свитов – капитан на все времена. Зарипов – легенда. И все наши хоккеисты. Все, без исключения, бойцы и настоящие герои. Я очень рад, что могу это сказать и еще раз поздравить Казанский Акбар с этой грандиозной победой. Причем хочу отметить, это победа всех. И самих спортсменов, и тренерского штаба, руководства, и всего персонала клуба, болельщиков, и всех-всех, кто искренне переживал за татарцанский хоккей в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Настало время вновь окунуться в эти незабываемые эмоции и еще раз проанализировать некоторые аспекты этой победы более обстоятельно. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо поблагодарить команду СССР за хорошую игру, за праздник, но Акбарс оказался сильнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна историческая победа Акбарса. Первый обладатель Кубка Гагарина, клуб, который впервые выиграл его два раза подряд, теперь еще и самый титулованный в континентальной хоккейной лиге. Эта победа много значит для Казани. Мы ради болельщиков, как они нас поддерживали в Москве, было слышно только их, спасибо им большое. Если для нашего непробиваемого вратаря Эмилия Гарипова это первый Кубок Гагарина над головой, так же, как и для открытия сезона, супер-бомбардера Станислава Галиева. У нас отличные фанаты, у нас отличный город. Я влюбился в этот город, семья влюбилась, и я счастлив быть тут. У капитана нашей команды Александра Свитова этот Кубок второй за карьеру. Все ребята друг за друга бились, я думаю, от этого и был результат. Не давали друг другу в обиду, играли только на победу. А Данис Зарипов вообще легендарный в этом плане игрок. В его активе это уже пятый Кубок. Просто невероятно. Победа есть, победа есть, победа есть. Заря, как его любя называют болельщики, легенда. Так же, как и Билл, самый титулованный в КХЛ тренер. Зинатула Хадяревич – один из главных творцов этой победы. Давайте будем честными и объективными. Те, кто у нас были, оказались теми людьми, которые нам нужны для победы. Билл их точно вставил необходимые, как пазлы, и получилась мозаика такая победная. Уже понимание есть, кто куда должен идти, на какое место. Поэтому с этим учетом мы и работали. Я впервые увидел команду, психологически готовую, как команду победителей. Ребятки, я очень горжусь вами. Я знаю, какую работу мы провели с вами. Как вы работали, как вы поставили. С игроками нужно разговаривать. И как раз роль тренера еще заключается в том, что именно главный тренер – это его обязанность с каждым хоккеистом вести индивидуальные беседы, искать слабые и сильные стороны, играть на этом, сплотить команду. Это тоже очень важно. Приведет к этому нашему кубку, к которому мы с вами всегда слили. Тяжело было, сложно было, но мы слили с вами. И вы честно работали, честно вкалывали. Победа вас! Я вас всех... Мерегинов – это он только на скамейке такой. И при игроках такой невозмутимый все время. Я его лично, я считаю, что Зентулай Хайдарович удивительно чуткий. Я бы сказал, даже впечатлительный. Я, может, раскрываю его такими внутренними стройками. И уж человек абсолютно преданный хоккею, абсолютно преданный команде. И человек, несмотря на то, что все говорят, что вот у него хоккей какой-то не то, он всегда нацеленный на победу, на положительный результат. Причем он очень гибкий. Когда говорят, что он вот такой, одну и ту же линию, у него линия одна к победе. Вот в этом он неизменный. В путях, в тактике достижения результата. Он абсолютно гибкий. Знающий и понимающий. Для самого Билла эта победа также стала особенной. Тренер, который на самом деле давно всем и все доказал, всякий раз находит новые стимулы для себя и своих ребят. А в этом сезоне неожиданно появился и дополнительный раздражитель. Причем в родном Татарстане. Некоторые местные журналисты уж очень старались задеть наставника казанцев на страницах изданий и на пресс-конференциях после матчей. Чего только они там не сочиняли. О том, что Билл боится чего-то. Что у нас хотят обменять в самый ответственный момент хотели обменять лучшего нашего будущего нападающего Галиева на уже давно не забывающего Лисина и Слават Юлаева. Все это было сделано для того, чтобы пытаться влезть в команду, навязать ей свои услуги. К сожалению, я все больше и больше разочаровываюсь в качественном составе нашего журналистского цеха. В журналистику пришло очень много молодых людей, которые не то, что не знают журналистику, не знают спорта, они и жизнь-то еще не познали немножко. Но почему-то считают, что они вправе учить людей, которые больше времени этим занимаются и больше этому отдали, что они вправе учить и говорить, как надо делать, как не надо делать, кого надо выбирать, кого ставить, кого не ставить. Ну, это болезнь возраста, это никуда не денешься. Через это, наверное, проходят все люди. Придет время, они сами себя будут не то, что презирать, а сами себе будут говорить, ну, какой я был, извините за выражение, чудак. Вы знаете, я к этим вещам-то отношусь так, очень просто, и я просто на это не обращаю внимания. В финале играли две сильные команды, которые добились этого права. И команды показали очень хороший хоккей, боевой хоккей. И мы вот в этой борьбе, вот в таком хоккее, в общем-то, классном. Команда выиграла, и выиграла основной приз Куба Гагарина, самое главное. А кто там, чего там, если бы ДКБ, это, знаете, можно в одну сторону говорить, а можно в другую сторону. Вот в этом отношении. Я хотел бы, чтобы наши искренние болельщики, и искренние, если кто искренне болеет, они должны поддерживать команду. Они должны даже в сложной ситуации поддерживать, не там говорить глупые, и задавать глупые вопросы, да, и выдумывать там, придумывать, и немножко подверать, что там, почему этот не играет, почему тот не играет. Вот искренние болельщики, они должны быть всегда на нашей стороне, и они должны помогать нам. И мы будем рады с ними общаться, и с ними разговаривать, и говорить. Но есть, которые, видимо, не очень нравятся им, что у нас все хорошо, и хочется какую-то, значит, кляксу поставить. Ну, и пока не удается им, и не удастся. Во-первых, у нас строится новый ледовый, благодаря, опять же, Академии Акбаса, так нефти спонсируют, выделяют денежки. Акбас, это, я бы сказал, это часть большого механизма, это верхушка айсберга. И в этой верхушке айсберга, в той роли, которую исполняет Акбас, у него есть значительная роль, конечно, спортивная, но у него огромная и социальная роль. И клуб, вот, продвигая своих игроков, продвигая настоящий чистый спорт, продвигая воспитанность своих хоккеистов, он выполняет не только спортивную роль, он еще и выполняет важную социальную роль. И тренерский состав, и главный тренер, конечно же, это осознают в нашем понимании и безукоризненно это выполняют. Это их заслуга. Они заслуживают того, что наша команда выиграла. И я вот ребятам с вами тоже самое говорю. Ребят, это заслуга и наша, и наших болельщиков, тех ребят, которые, людей, которые, значит, поддерживают нас, любят нас. И в сложную минуту они нас всегда поддерживают. Это радость всех людей, которые любят хоккей и любят Акбарс. Поэтому мы должны приносить такую радость. Мы должны на это работать, для этого работать. И будем делать это. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. Семь дней. Акбар чемпион. Это была программа «Семь дней» и я, Тимур Бекмурзин. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие семь дней в студии Маргарита Павлушина. Предстоящая неделя обещает быть теплой, но довольно дождливой. Пасмурный циклон прочно обосновался на территории нашей республики. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на северо-востоке Татарстана температурный фон существенно повысится как в дневные, так и в ночные часы. Но ежедневно будут наблюдаться дожди. На юго-востоке республики будет пасмурно. В первые половины недели ежедневно будет идти дождь, но заметно потеплеет. Прояснится только к концу недели. В центре Татарстана с понедельника по четверг облачно, дождь. В понедельник плюс 15, в среду уже до 18 градусов тепла. На выходных прояснится и выглянет солнце. На юго-западе Татарстана похожая картина. Мало облачно только в пятницу. В остальные же дни ожидаются осадки в виде дождя. Средняя температура воздуха в течение недели днем составит около 17 градусов тепла. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя. Температурный фон существенно не изменится. Средняя температура воздуха в течение недели днем составит около 15 градусов тепла. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.